Так, коллеги, добрый вечер. Вот у нас уже первые участники подсоединяются. Я сверяюсь с модератором. Соответственно, как только коллеги мне маякнут, что все в порядке, у нас все зашли, сразу будем начинать. Гриша, жду вашей отмашки. Вот, собственно, как только удастся, соответственно, открыть доступ для всех участников. Собственно, коллеги. Я думаю, у нас основная часть коллег уже подключилась. Модератор дает мне отмашку, что все в порядке. Возможно, кто-то еще будет подключаться по ходу. Мои книги, пожалуйста, все ли хорошо слышно, все ли хорошо видно. Какой-нибудь там плюсик или что-нибудь в наш чат. Так, Олег пишет, что все в порядке. Все хорошо. Ну, собственно, уже у нас три пользователя подтвердили, что все в норме. Значит, можем плавненько переступать. Итак, коллеги, наш сегодняшний вебинар посвящен вопросам патентования. Мы в деталях разберем возможности защиты продукции от копирования. И, скажу более того, не только этот способ использования ваших патентных прав. Разбор будем проводить в максимально практическом формате. Поэтому, пожалуйста, если у вас есть конкретные вопросы, уточнения, какие-то моменты возникают прямо по ходу презентации, пожалуйста, сразу пишите в чат. На относительно простые и короткие вопросы мне поможет наш модератор ответить непосредственно в чате. Если, соответственно, вопрос более сложный, я постараюсь прокомментировать его уже в режиме непосредственно презентации, вплетя его в нить основного повествования, чтобы сделать, повторюсь, наше сегодняшнее обсуждение максимально прикладным, максимально практическим. Позвольте я еще раз представлюсь. Меня зовут Акиншина Алина. Я являюсь генеральным директором компании «Онлайн-патент» и патентом, поверенным Российской Федерации. В нашей практике мы регулярно сталкиваемся с самыми разными задачами наших клиентов по защите интеллектуальных прав. Патентование, безусловно, является одним из самых сложных видов защиты объектов интеллектуальной собственности, но в то же время и наиболее эффективным с точки зрения укрепления конкурентных преимуществ предприятия. Помимо вопросов... Так, прошу прощения. Отлично. Помимо вопросов непосредственно предотвращения копирования, помимо решения задачи предотвращения копирования, патентование, как правило, используется компаниями и для достижения многих других целей. Это и имиджевая репутационная цель укрепления репутации компании, это и минимизация судебных рисков, это и обеспечение возможностей по блокированию конкурентов, отмечу, законному, то есть не подвергающемуся каким-либо санкциям с точки зрения антимонопольного законодательства и вопросу использования для укрепления вашей переговорной позиции в тех или иных сегментах рынка. То есть на самом деле патенты могут использоваться не только и не столько исключительно для защиты от копирования продукции. Это, пожалуй, историческое, но не всегда даже вполне корректное на текущий момент понимание роли патентных прав. На самом деле используемый инструментарий намного шире и по большому счету, как мы обычно проговариваем с нашими доверителями, патентная охрана – это тот инструмент, который позволяет получать бизнесу преимущества, которые легально не могут быть получены ни одним другим способом. Здесь все эти самые страшные слова – монополия, регулирование цен, запрет ввоза товаров аналогов, ограничение производства и многое-многое другое, что, казалось бы, вообще недопустимо с точки зрения антимонопольного законодательства, но имеет место быть для тех товаров и для тех товарных групп, которые охраняются патентными правами. Потому что по большому счету патент – это и есть способ установления легальной монополии в определенном сегменте рынка. Итак, у нас уже есть первые вопросы в чат, и к ним мы перейдем сразу же после разбора небольшого кейса, посвященного разным сценариям использования патентных прав на практике. То есть, чтобы подсветить немножко мой теоретический тезис о том, что не только для защиты от копирования можно использовать патенты, хочу рассказать небольшую историю про то, каким образом с использованием патентных прав осуществлять, по сути, регулирование цены на рынке. Это очень частотный способ использования патентов, и одним из первых случаев такого их применения являлось регулирование цен на рынке водных скутеров в США. К моменту середины 90-х годов на рынке сложилась достаточно сложная ситуация. Как видите, по нижнему графику, после очень-очень быстрого роста рынка, рынок начал схлопываться, и на разогнанные производственные мощности всех основных участников перестало приходиться достаточное количество спроса. Казалось бы, такая ситуация является очень тяжелой для любого производителя. Необходимо ронять цены каким-то образом, выходить из ситуации, пытаясь достучаться до сузившегося количества потребителей. Однако патенты и в этой ситуации помогают укрепить конкурентные преимущества компании, невзирая на такую адекватно абсолютно сложную рыночную ситуацию. Компании с наибольшим портфелем патентных прав в таких ситуациях могут объективно установить контроль над ценой на рынке, взимая, соответственно, лицензионные платежи за использование своих запатентованных технических решений у компаний, которые производят аналогичную продукцию. Я не буду слишком глубоко погружаться в этот кейс, чтобы не отвлекаться от основной нити нашего сегодняшнего повествования, но благодаря тому, что среди пяти компаний, присутствовавших на рынке, у одной единственной компании Yamaha был крупнейший патентный портфель 1100 патентов против всего-то 150 у всех остальных участников рынка, компании удалось консолидировать на себе лицензионные соглашения и получать дополнительную прибыль от каждой единицы продукции, реализовывавшейся на рынке. При этом, как мы можем с вами видеть, прошу прощения, при этом, как мы можем с вами видеть, достаточно высокая доля рыночной цены скутера и средней операционной прибыли лицензиатов приходилась непосредственно на выплату этих лицензионных отчислений. То есть 65% средней операционной прибыли, или 25% средней валовой прибыли – это те суммы, которые компаниям-участникам рынка приходилось отчислять в пользу Yamaha в связи с ее доминирующим патентным положением на рынке. К чему этот комментарий… Сейчас вот секундочку, я чуть-чуть уменьшу, наверное, масштаб. Не совсем срабатывает, но не суть важно. Не совсем вся картинка у нас влезает. К чему этот комментарий? И к тому, что у нас с вами на рынке в Российской Федерации сейчас имеет место быть очень интересная ситуация. По факту количество локальных российских производителей очень быстро и, я бы сказала, опережающими темпами растет во всех сегментах народного хозяйства. А количество патентных прав, количество выданных патентов пока еще не столь велико. Это все еще не сотни, далеко не сотни тысяч патентных документов. И это создает очень крутые возможности для тех производителей, которые на ранних стадиях обеспокоятся закреплением своих патентных прав и соответствующей охраной своих вновь разрабатываемых продуктов, изделий и технологий. По сути, именно вы, ведь если вы слушаете этот вебинар, вы как раз заинтересовались вопросами патентования, соответственно, именно вы можете сформировать те самые ведущие патентные портфели в своих сегментах и таким образом отчинить других участников рынка при попытке покуситься на вашу долю на этом рынке и снизить вашу прибыль. Что, как минимум, хорошая рыночная возможность. Ну, перейдем к тому, что же, собственно говоря, можно охранять с использованием патентов. На самом деле, это очень-очень разные изделия. В форме патентов на технические решения, изобретения и полезных моделей можно охранять, наверное, почти все, что можно придумать, начиная от продуктов, веществ, устройств и заканчивая штаммами микроорганизмов, проходя мимо технологий и так далее. С помощью патентов на дизайн, патентов на промышленные образцы, да, как это ни удивительно, промышленный образец – это патент на дизайн, хотя, казалось бы, промышленность и, например, дизайн моделей одежды, о которых спрашивает в чате Ксения Функ, это очень какие-то далекие слова. Наверное, просто стоит запомнить, что промышленный образец – это дизайн патент, все, что относится к внешнему виду изделия. Соответственно, эти патенты охраняют просто внешний вид изделий. И вот как раз адресуясь к вопросу Кси, можно сказать, что модели одежды могут быть зарегистрированы как промышленные образцы. И первоначально они, конечно же, являются объектами авторского права, то есть базовые эскизы, лекала охраняются авторским правом. Однако для упрощения процедуры правоприменения как раз-таки и существует форма патента на промышленный образец, который чрезвычайно полезно использовать для того, чтобы блокировать фактически производство, предложение к продаже и продажу соответствующих изделий. Разберем чуть-чуть еще поподробнее, как же все-таки различаются патенты на промышленный образец, изобретение и полезную модель. Все-таки мне на секундочку буквально надо поправить отображение на экране, потому что у нас с вами, коллеги, чуть-чуть, получается, не помещается в экран картинка, а это не очень удобно. Так, еще раз презентация. Продолжение следует... Ну, пока я тут открываю повторно, соответственно, слайд, у нас с вами есть три основных формы правовой охраны. Это полезная модель, изобретение и промышленный образец. Соответственно, в форме изобретения охраняется почти все, что угодно, практически любые объекты. В форме промышленного образца охраняются объекты дизайна, и охрана, соответственно, осуществляется... О, отлично, у нас все сработало. Так, прямо вот одну секундочку... Ага, великолепно. Вот. В форме промышленного образца охраняются права на дизайн. Форма полезной модели – это, по сути, форма маленького изобретения, как ее называли и ранее в практике. Охраняются также технические решения, но несколько уже перечень объектов, к которым полезная модель может быть применима. То есть, грубо говоря, это патент на изделие, на конкретную железочку программно. Ни в коем случае не программно, а исключительно аппаратную, конструктивно и функционально единую, соединенную простыми операциями сборки, клепки, пайки и так далее. Соответственно, каждая из этих форм хороша по-своему. Ни в коем случае не следует думать, что если мы получили, например, патентное изобретение, то патент на полезную модель бесполезен или патент на промышленный образец не следует использовать. Как правило, любое изделие лучше охранять в нескольких формах. То есть, если, например, адресовываться, к примеру, к хинии с одеждой, можно сразу отметить, что даже, например, куртка может охраняться как в режиме промышленного образца, это очевидно в том случае, если был разработан оригинальный дизайн, так и в форме полезной модели, если, например, куртка имеет некое оригинальное конструктивное решение, необычное. Может быть, она предполагает некие отстегивающиеся карманы или какую-то специальную подкладку. А в некоторых, пусть и несколько более редких случаях, также и в форме изобретения. Например, если она оснащена какими-нибудь более сложными функциональными техническими решениями, направленным, возможно, на искусственный подогрев в холодный зимний период. Такие примеры патентов у нас даже и в практике, по-моему, были. Соответственно, в любом случае, любой патент представляет собой только форму правовой охраны, которую мы с вами выбираем, исходя из обеспечения конечной цели. Запрета копирования, как самой простой, самой понятной цели, либо более сложных форм стратегических целей, как то, например, ценовое регулирование, о котором мы поговорили на примере Ямахи. Тогда мы стремимся к тому, чтобы лицензировать наши разработки определенному количеству участников рынка и за счет этого получать регулярный лицензионный доход. Так, у нас появляются некоторые вопросики, соответственно, и про депонирование. Смотрите, коллеги, я кратко здесь прокомментирую, поскольку возникают по ходу вопросы по авторскому праву, которые являются, наверное, базовой формой правовой охраны любого, в принципе, объекта интеллектуального труда, потому что для возникновения авторского права требуется, по сути, выполнение только двух словий. Произведение выражено в объективной форме, произведение создано творческим трудом человека. Естественно, это любой эскиз, любой текст, любой рисунок технического решения. Однако есть у авторского права и определенные ограничения, которые приводят к сложности его использования для объектов техники и регулярно, систематически производимых объектов дизайна, неуникальных картин, неуникальных книг и так далее. Ограничение это состоит в том, что авторское право распространяется на форму произведения, а не на его содержание. Соответственно, когда мы патентуем велосипед, мы патентуем некую конструкцию, описанную в словесной форме. Когда мы охраняем авторским правом эскиз велосипеда, мы охраняем именно эскиз, а ни в коем случае не конечное техническое изделие, не конечный продукт. Соответственно, производителям, в принципе, промышленности и разработчикам технологий, в том числе разработчикам программного обеспечения, как правило, авторского права недостаточно. Требуется также и дополнительная форма правовой охраны в виде патентов того или иного вида. Соответственно, в принципе, при депонировании, возвращаясь к вопросу Александры, обязательства по регистрации лицензионных договоров не возникает, потому что сами по себе объекты авторского права не подлежат обязательной государственной регистрации. Такая регистрация осуществляется по желанию и не является правоустанавливающим действием. В данном случае само право возникает в силу факта создания произведения. Соответственно, лицензионный договорчик и регистрировать тоже не нужно. Но возвращаясь, соответственно, к нашей линейке патентования, запатентовать можно практически все. Достаточно часто можно сталкиваться со сложными объектами, то есть, например, те же образовательные методики запатентовать достаточно сложно, потому что они часто зависят от характеристик индивидуальных психоэмоциональных конкретного тренера, конкретного учителя. Однако во многих случаях, если все-таки методика является более технической, то есть предполагает выполнение определенной последовательности действий, например, по обучению плаванию определенным образом нужно выполнять комплексы упражнений и использовать снаряды для того, чтобы ускорить процесс обучения. Такие методики тоже вполне могут патентоваться. И программы для ЭВМ, даже, например, которые с точки зрения кодекса объективно являются непатентоспособными объектами, также могут охраняться в форме патентов в том случае, если они реализованы через определенные материальные объекты и операции над ними. То есть, грубо говоря, там клиент серверной архитектуры и взаимодействие конечного клиентского устройства с сервером передачи потоков данных и так далее, а не чистая математика. А мы все понимаем, что, естественно, любой программный продукт реализуется с использованием определенного железа. И далее уже вопрос корректного описания и корректного раскрытия сути работы того или иного программного продукта. Здесь небольшое упражнение. На внимательность, коллеги, надеюсь, что никто еще не успел потерять фокус и отвлечься на текущие четверговые дела напряженного периода перед Новым годом. У нас на слайде показано изображение объекта. Это очень популярное досуговое изделие розов колбе, стабилизированный цветок под колпаком. Попробуйте, пожалуйста, накидать в чат варианты разных объектов, которые могут быть запатентованы. Может быть, здесь можно охранять дизайн, может быть, здесь можно охранять конструкцию изделия, может быть, есть какие-то другие объекты, которые кажутся вам интересными с точки зрения обеспечения правовой охраны. Жду вашей версии в чат, а пока продолжу рассказ. Соответственно, как выглядит общая процедура получения патента? Общая процедура получения патента включает несколько шагов. Основных на самом деле три. Это подготовка заявки на выдачу патента, это прохождение государственной экспертизы, и это получение итогового решения патентного ведомства. В Российской Федерации, как и практически во всех других странах, патентная экспертиза для выдачи патента на изобретение полезную модель является проверочной, то есть без одобрения государственного органа с точки зрения выполнения критериев патентоспособности патент выдан быть не может. Опять-таки на территории Российской Федерации аналогичная проверочная экспертиза установлена и для промышленных образцов. Опять-таки нельзя получить патент, если дизайн не соответствует определенным требованиям, о которых мы сейчас тоже поговорим. На территории некоторых стран требования могут отличаться. Например, на территории Европейского Союза, в Европейском патентном ведомстве патенты на промышленные образцы выдаются в заявительном порядке. Если, по сути, достаточно корректно оформить формальные документы, патент будет выдан без проведения дополнительной проверочной экспертизы. Однако по большей степени все-таки предполагается проведение государственной экспертизы перед выдачей патента. Что здесь важно отметить? Экспертиза – процесс достаточно длительный, он может занимать от 6 месяцев до полутора лет, иногда даже и более. Если мы говорим, например, про патентное ведомство Бразилии, то самый чудовищный срок, который мы встречали, составлял 18 лет. Наверное, за это время уже потерялась всякая актуальность патентуемого изделия, но именно в силу достаточно длительного характера экспертизы, достаточно сложного процесса, в принципе, работы с патентами, очень важно не пренебрегать временем и усилиями, затрачиваемыми на стадии подготовки заявки. Вот на слайде помечено, что стадия подготовки заявки может занимать до 2-4 недель, иногда этот срок и больше, иногда это и полтора месяца. Но вопрос в том, что именно базовая заявка, базовое описание технического решения – это то, с чем потом мы будем работать в течение всего срока действия патента, всех 20 лет, если мы говорим про изобретение, и на всех территориях, на которые вы в конечном счете захотите распространить правовую охрану. Поэтому потратить на пару недель больше на оформление базовой заявки значит сэкономить очень много времени, сил и нервов через 15, 10, 20 лет, когда, соответственно, вы будете правоприменять с использованием этого патента и в реальности запрещать использование ваших запатентованных решений на целевых рынках. А тем временем у нас с коллеги набросали разные версии того, что можно запатентовать в составе стабилизированной розы. Среди версий была технология закрепления цвета цветки в растворе глицерина, упаковка, химический состав пропитки и, вероятно, сама роза, как длительное время невянувшие изделия. Все гипотезы очень крутые. На слайде показаны дополнительные варианты объектов, которые могут быть выделены. И здесь я сразу хотела бы подсветить одну важную деталь. На самом деле практически во всех аудиториях, кто бы не смотрел на это изделие, первая же гипотеза о том, что можно запатентовать, это обычно вещество для закрепления цвета, технология стабилизации и так далее. Это очевидно, потому что это самая наукоемкая часть этого простого изделия для досуга, ну, по большому счету, простого. Однако патентная работа в этом отношении контринтуитивна. Нам с вами нужно смотреть не от самого сложного и самого интересного, что есть в нашем изделии, хотя это бесспорно тоже очень важно. Нам нужно смотреть на задачу от того, что проще всего запретить для использования, где нам проще всего выявить факт нарушения. Выявить же факт нарушения в веществе и технологии пропитки очень сложно. Для этого надо проводить специальную химическую или физико-химическую экспертизу. А вот форма изделия, конструкция подставки, общий внешний вид изделия в сборе, все эти вроде бы простые объекты, но тем не менее вполне охраноспособные, если мы не говорим только о самой колбе, которая имеет уж совсем простую форму и не пройдет проверочную экспертизу. Все эти объекты охраноспособные и все они намного проще для запрета, нежели чем, соответственно, сложно выявляемое нарушение части использования вещества. То есть, наверное, из перечисленных вариантов самый-самый такой простой и годный для прикладного применения. Это бесспорно непосредственно сама упаковка, само вот изделие, как оно есть. Хотя от не отменяя того, что технологию пропитки и само вещество тоже стоит патентам, просто вот в порядке приоритета запрещать проще непосредственно через конструкцию изделия. Кратенько пробежимся по комплекту заявочной документации, который требуется для получения патента и критериям патентоспособности. Соответственно, для патентования изобретений полезных моделей нам с вами необходимо четыре важных документа. Это описание технического решения, патентная формула, чертежи и реферат. Чертежи не обязательны, реферат носит скорее формальный характер. Основное, на чем вам необходимо сосредоточиться как будущему патентообладателю, как лицу, которое будет осуществлять приемку работы патентных поверенных, консультирующих, либо патентоведов, это, конечно, патентная формула и описание технического решения, в котором оно подробно раскрывается. Почему это важно? Потому что именно патентная формула является документом, определяющим объем правовой охраны. Достаточно часто можно встретить в СМИ громкие заголовки формата «Вы запатентовали что-то совершенно известное», «Запатентовали воздух Санкт-Петербурга», «Запатентовали что-то, что вот уж совсем никак нельзя патентовать». Однако, как только вы проваливаетесь непосредственно в формулу изобретения, выясняется, что на самом-то деле запатентован был не воздух Санкт-Петербурга, а вовсе даже емкость для сувенирной продукции. Как вот с приведенной на слайде картинкой, когда вроде бы запатентовали то, что никак патентовать нельзя, а на самом деле запатентовали всего лишь герметичную емкость. Именно поэтому для вас, как для будущих патентообладателей, критическое значение имеет тот набор признаков, который будет отражен в формуле вашего будущего изобретения слэш-полезной модели. Естественно, в ваших наилучших интересах сделать так, чтобы этих признаков было как можно меньше. То есть, условно, если мы патентуем велосипед, то там должно быть так и написано «Устройство, содержащее два колеса, раму, седло и руль». Это было бы прекрасно, но, к сожалению, велосипеды уже очень известны, поэтому при такой формулировке мы с вами едва ли сможем удовлетворить базовому критерию патентоспособности – новизна. Решение должно быть новым, то есть решение не должно быть известно из уровня техники. Более того, если мы говорим об изобретениях, решения еще и не должны быть очевидными для специалистов в области техники. Это означает, по сути, что запатентовать совершенно известную конструкцию не получится, но вместе с тем стремиться к этому нужно. Ну, то есть, по большому счету, патентная работа – это искусство поиска баланса, когда мы с вами описываем разработанный вами продукт таким образом, чтобы указать ровно столько признаков, сколько уже достаточно для получения патента и необходимо для последующего правоприменения. Конечно, в процессе определения вот этого баланса есть определенный элемент защиты интересов доверителя, я бы сказала так, да, то есть, когда составляется формула, мы всегда стремимся указать по возможности меньший объем признаков, чтобы расширить правовую охрану вашего будущего патента с учетом, естественно, источников, известных из уровня техники, и далее нередко вступаем в дискуссию с экспертизой патентного ведомства, чтобы доказать, что, несмотря на такой, возможно, не столь большой объем признаков, тем не менее, в данном случае может быть обоснована новизна и изобретательский уровень. Соответственно, пробегусь еще кратенько, новизна означает неизвестность изделия из одного источника в уровне техники. Это, кстати, приводит к появлению иногда весьма удивительных полезных моделей, потому что, если, например, мы с вами задумаем запатентовать ручку плюс карандаш, свинченный между собой шурупчиком, и такое изделие не будет известно из одного источника в уровне техники, его вполне можно будет запатентовать в качестве полезной модели, потому что оно новое, его нет в одном источнике. А вот уже в качестве изобретения запатентовать его не получится, потому что совершенно любому специалисту естественно очевидно, что ручку и карандаш можно свинтить с помощью шурупчика. Ну, что касается промышленной применимости, этот критерий, конечно, важный, но он, как правило, выполняется, если только вы не пытаетесь запатентовать вечный двигатель, ну, что сравнительно редко встречается. Что касается дизайна, возвращаясь к примеру, который подсвечивала Кхиня, здесь критерии патентоспособности меньше, из всего два, это новизна и оригинальность. Новизна – то же самое условие, что и для изобретений полезных моделей, то есть изделие должно быть новым, оно не должно быть известно из одного источника в уровне техники, и оно должно характеризоваться оригинальностью, это примерно как изобретательский уровень, ну, то есть не должно быть очевидно такое, такая вариация, да, нет достаточности в том, чтобы просто чуть-чуть изменить цвет или чуть-чуть переставить линии. Все-таки эскиз, если мы говорим про модель одежды, должен быть в достаточной степени оригинальным и отличаться от уже представленных на полках, патентных документах и так далее, и так далее. А, собственно, вот такого рода эскизы представляются в качестве будущих патентуемых, в качестве промышленных образцов изделия, описание в таком случае не представляется, поскольку у нас весь объем правовой охраны определяется исключительно отображениями внешнего вида изделия. И поговорим немножечко о том, как право применять. Собрали все нужные документы, прошли экспертизу патентного ведомства, подтвердили, что соответствуют наши решения на визне промприменимости изобретательскому уровню, если мы говорим про изобретение, получили патент, получаем, наконец, возможность реализовывать свое исключительное право. В чем эта возможность состоит? В том, что вы, как патентообладатель, и только вы, потому что вы обладаете исключительным правом, можете определять круг лиц, которым будет разрешено использование вашего изобретения. И без вашего согласия никто такое использование осуществлять не может. Вашего прямого запрета при этом не требуется. Единственное, что важно учитывать, то, что патенты имеют территориальный принцип действия, то есть они распространяются на ту страну, в которой вы их получили. Сейчас мы с вами обсуждаем Российскую Федерацию, чуть ближе к концу обсуждения, соответственно, посмотрим еще и международные процедуры. Соответственно, если вы, например, продаете в Казахстане, или в Республике Беларусь, или поставляете свою продукцию в Китай, или производите ее в Китае и ввозите на территорию Российской Федерации, чрезвычайно важно осуществлять патентную охрану и на этих территориях также. В противном случае вы можете столкнуться с тем, что ваше решение, производимое на территории Китая, запатентует ваш китайский поставщик и, собственно, будет препятствовать вашему дальнейшему бизнесу и переводу, например, производства на другую фабрику. Либо, соответственно, можете столкнуться с тем, что в Казахстане появятся соответствующие патенты на полезные модели, у них еще и региональная новизна, что тоже открывает очень интересные возможности. Поэтому вы всегда смотрите на все страны производства и сбыта, с которыми взаимодействуете, и на всех, соответственно, территориях обеспечиваете соответствующую патентную охрану. Для того, чтобы применять патент на практике и запрещать использование, нужно также немножко разобраться с термином использования. Термин использования у нас в контексте гражданского кодекса не совсем обиходное такое понятие, потому что под использованием изобретения полезной модели промышленного образца понимаются изготовления, ввоз на территорию Российской Федерации, предложения к продаже, продажа, хранения в целях введения в гражданский оборот и так далее, изделий, запатентованных на этой территории. Соответственно, если кто-то, если какое-то третье лицо производит, хранит с целью продажи, предлагает к продаже, продает изделие, которое охраняется вашим патентом, вы можете предъявить к такому лицу претензии. Что характерно, самостоятельными нарушителями будут являться как продавец, так и производитель, так и, возможно, другие лица, участвующие в цепочке поставки, если она еще более длинная. Самостоятельные претензии могут быть к ним предъявлены, самостоятельная ответственность, соответственно, имеет место быть у этих лиц. Однако для того, чтобы завершить дискуссию об использовании и убедиться, что все-таки кто-то нарушает ваш патент, важно не только увидеть, что, ой, кажется, это лицо продает, например, одежду, которая очень-очень-очень сильно похожа на нашу запатентованную. Важно также доказательно проверить, что в этом изделии, которое продается, собственно, у нашего потенциального нарушителя, действительно используются принадлежащие нам изобретения полезные модели промышленной образцы. Для того, чтобы это сделать, первоначально можно обойтись без обращения за специализированной экспертизой патентных поверенных и хотя бы базово посмотреть, оценить с точки зрения тех признаков, которые отражены в формуле вашего изобретения полезной модели, использованы ли эти признаки в изделии вашего будущего ответчика. То есть, например, на слайде у нас показана формула полезной модели контейнерного шкафа для приема и хранения твердых бытовых отходов. И если бы мы с вами были на месте патентообладателя этой полезной модели и увидели где-то на рынке контейнеры, похожие на размещенный в верхнем правом углу слайда в фотографический макет, то первым делом мы могли бы, соответственно, просто пройтись по признакам и убедиться, что да, этот контейнерный шкаф содержит две боковые стенки, заднюю стенку, распашные двери с ручками и так далее. Вот прямо по каждому пункту, по каждому признаку, который отражен в формуле полезной модели. Если все или хотя бы большая часть признаков используется, у вас, как у патентообладателя, есть уже серьезные основания полагать, что имеет место нарушение вашего патента и в этот момент уже крайне целесообразно естественно обращаться за профессиональной экспертизой поверенных, чтобы подтвердить вашу гипотезу и убедиться в том, что можно уже обращаться с досудебной претензией, но потом, возможно, и переводить дело в судебную плоскость. Что касается промышленных образцов, ситуация примерно такая же, но примерно, потому что несколько проще. В случае с промышленными образцами охрана распространяется на объекты, которые создают тоже общее зрительное впечатление, то и запатентованный промышленный образец. То есть, в принципе, для вас, как для производителя, несколько проще определить достаточно высокую вероятность нарушения патента, вот как показано на картинке, они просто визуально похожи. Конечно, для того, чтобы оценить более надежно шансы на успех в рамках судебного разбирательства, все равно требуется более профессиональный взгляд, но базовые решения можно вынести практически сразу. Да, явно похожи или явно нет. Да, вот Ксения абсолютно верно отмечает, что найти отличие здесь очень-очень сложно. Вот именно поэтому компания «Адвич», компания «Магрипп», естественно, ничего не могла противопоставить. Правда, потом обратилась в палату по патентным спорам и просто признала этот патентно-промышленный образец недействительным. Это, конечно, не так просто, как кажется, потому что для того, чтобы оспорить патент, необходимо подтвердить, ну, как правило, самое распространенное основание для оспаривания патентов, это несоответствие к какому-либо из критериев охраноспособности. То есть, по сути, мы говорим, что на стадии государственной экспертизы были, возможно, упущены какие-то источники, которые порочат новизну этого промышленного образца, либо есть, соответственно, источники, которые порочат его оригинальность и так далее. И, по сути, указываем, что вот чуть больше надо было учесть на стадии госэкспертизы и таким образом аннулируем патент. Так. Соответственно, кратенько, буквально по ответственности. Ответственность у нас определена в статье 14.06.1 Гражданского кодекса. Это компенсация в фиксированном размере от 10 тысяч до 5 миллионов рублей, либо компенсация в двукратном размере стоимости права использования и изобретения. Что здесь хотелось бы еще раз отметить, на самом деле патентные споры не так часто доходят до суда. То есть очень-очень большой пласт патентных споров сохраняется в досудебном режиме, потому что либо выясняется, что не используются патенты, либо компании достигают договоренности. Вот, собственно, как в кейсе, который мы разобрали в начале лекции, когда нет смысла по большому счету нести высокие судебные издержки, уже понятно, что действительно осуществляется использование патентных прав и более целесообразно договориться на стадии заключения лицензионного договора в рамках досудебных процедур. Так, отвечу на несколько вопросов в чате перед тем, как мы перейдем к зарубежным патентам в оставшиеся 18 минуток. Ксения уточняет, защитить можно с даты подачи. Есть фирмы, которые злоупотребляют тем, что подают массовые заявки, выставляют счета самим продавцам или производителям, потом идут в суд. Хотя патенты у них еще нет, а производил и продавал вообще изначально ответчик такая схема рейдерского захвата. Здесь несколько моментов. Момент первый. Правовая охрана для изобретений полезных моделей возникает с даты подачи заявки и временная правовая охрана, естественно, до даты выдачи патента. Поэтому уже даже в ходе экспертизы могут направляться соответствующие уведомления, но защищать право еще нельзя, потому что права еще нет, то есть еще нельзя будет обратиться в суд. Описанная, однако, в вашем сообщении ситуация, она объективно недобросовестная. То есть здесь проблема даже не в том, что лицо, которое собирается стать патентообладателем, заблаговременно направляет информационные письма о возможном нарушении патентных прав по пока еще заявке, а в том, что это просто недобросовестные тролли, которые злоупотребляют по сути правом и патентуют то, что им не принадлежит. И как раз таки для борьбы с такими изобретательными лицами и существует механизм прекращения правовой охраны патентов, аннулирования патентов, которые я сейчас вот вкратце проговорила. То есть если производил и продавал вообще изначально ответчик, осуществляется открытое применение этого изделия на рынке и признаки этого изделия таким образом известны, надо просто идти оспаривать этот патент. К сожалению, мы нередко сталкиваемся тоже сейчас вот с такой нелицеприятной практикой. Троллей становится все больше, это правда. И в узких отраслевых сегментах далеко не всегда государственная экспертиза может обратиться к каким-то специализированным, возможно, отраслевым публикациям, специализированным изданиям, которые издаются в том числе в очень малых тиражах, что тоже осложняет к ним доступ. И таким образом вот такие не очень добросовестные патентные тролли могут получать патентные документы, однако добросовестные участники рынка просто должны помнить о том, что выданный патент это всего лишь выданный патент, который может быть оспорен. И для этого существуют специальные процедуры и возможности. Поэтому, пожалуйста, если вот сталкиваетесь вот с таким, а на самом деле сейчас такого довольно много и в товарных знаках очень сейчас странные начали появляться заявки, когда буквально берут и регистрируют целый набор видов товара, как он представлен, например, на маркетплейсе и затем блокируют карточку товара, опираясь собственно на то, что есть визуальное сходство. Это, конечно, достаточно спорная позиция, но нередко маркетплейсы принимают такие товарные знаки на основании соответствующих заявлений, блокируют карточки, что, конечно, приводит к убыткам. Так, у нас появилось несколько дополнительных уточнений от Ксении. Слушайте, если, соответственно, претензии предъявляются на основании заявки, можно просто всем спасибо, все свободны сразу сообщать такому лицу, что заявка не является основанием для предъявления претензий. Заявку можно вообще любую подать. Любой из вот здесь нас присутствующих может взять, описать смартфон Samsung и подать патентную заявку. Ее только не удовлетворят в связи с отсутствием новизны, не говоря уж о изобретательском уровне. Поэтому здесь беспокоиться в общем-то не о чем. и в оставшиеся уже 14 минуток сразу пробежимся и вернемся к вопросу еще Ксения от самого начала вебинара по зарубежному патентованию. Что хотелось бы отметить. Итак, патенты, как мы с вами помним, имеют территориальный принцип действия и распространяются на ту страну или на тот регион, в отношении которого они выданы. В самом процессе получения зарубежных патентных документов есть три таких, наверное, базовых нюанса, которые стоит помнить. Первое. Все зарубежное патентование основано на базовой заявке. Вот как корабль назовете, так он и поплывет. Как будет подготовлена базовая заявка, так будет выглядеть вся история вашего международного патентования. Именно поэтому чрезвычайно важно уделять внимание базовой заявке, чтобы не попасть в казус, когда на базовой заявке мы сэкономили, а потом платим 10-20 тысяч евро за получение правовой охраны на территории ЕС и сталкиваемся с отказами ведомства в силу не слишком качественных базовых материалов. Второй момент. Очень важны сроки и процедуры, потому что все завязано на время. Мы сейчас об этом поговорим. И есть некоторые очень приятные особенности, но иногда не очень приятные, но все-таки существующие, то, что экспертиза в разных странах происходит независимо. И иногда мы можем столкнуться с ситуацией, что, например, в России патент выдан, в США патент выдан, в Японии патент не выдан, в связи с тем, что найден какой-нибудь редкий азиатский источник, или наоборот, в России патент не выдан, в США не выдан, а где-нибудь в Южной Африке выдан, потому что, соответственно, там действует региональная новизна и есть возможность получать более слабые, скажем так, с точки зрения уровня новизны патенты. Но отмечу отдельно, почему так важно работать очень четко со сроками. дело в том, что вся процедура зарубежного патентования очень-очень ограничена во времени. Вот как с момента ввода в гражданский оборот у нас с вами есть ограниченное время на подачу заявки в Российской Федерации, так с момента подачи базовой заявки в Российской Федерации, а мы с вами должны подавать ее в Российской Федерации, потому что есть законодательство о государственной тайне, и мы, как российские заявители первую базовую заявку должны подавать в Росспатент, чтобы пройти проверку на отсутствие сведений, составляющих государственную тайну. То есть нельзя так взять и пойти подать заявку сразу в Китай, это будет нарушением законодательства. Соответственно, с даты подачи базовой заявки у нас с вами есть ограниченный срок. Для изобретения полезных моделей этот срок составляет 12 месяцев 1 год, а для промышленных образцов всего 6. на то, чтобы подать заявку в других странах мира. Соответственно, вот возвращаясь к самому-самому первому вопросу, ладно, второму, который задавала Ксения, если уже есть заявка на промышленный образец в России, когда целесообразно подавать в ВАИС, так вот, чем быстрее, тем лучше, потому что у нас дата приоритета закреплена по дате подачи базовой заявки в Российской Федерации, вот на картиночке показана, да, дата подачи базовой заявки. И с этого момента у нас с вами есть ограниченный срок 6 месяцев в случае промышленного образца, чтобы расширить правовую охрану на другие страны мира. По истечению этого срока получить патенты на территории других стран, подать заявки, естественно, а потом получить патенты, будет невозможно. Ваша собственная базовая заявка на промообразец или на изобретение, без разницы, будет мешать вашим последующим заявкам в других странах, будет основанием для того, чтобы отказать в выдаче патента в связи с отсутствием новизны. Это очень тоже интуитивно, потому что кажется, что вот давайте же подадим заявку в России, дождемся, чтобы нам выдали патент и потом будем тратить деньги на зарубежное патентование. К сожалению, так не работает, соответственно, необходимо подавать заявки в пределах разрешенного окна. Естественно, окно довольно короткое, поэтому в случае с изобретениями и полезными моделями со сложными техническими решениями была придумана специальная конструкция договора о патентной кооперации, которая позволяет это окно расширить с одного года до, соответственно, примерно двух с половиной лет 30 в скобочках 31 месяца, там чуть от юрисдикции сроки различаются. Соответственно, если мы в течение одного года с даты подачи базовой заявки подадим международную заявку по процедуре PCT, то срок, соответственно, подачи уже национальных заявок в тех странах, которые нас интересуют, в США, в Китае, в других странах мира, расширится, у нас с вами будет уже два с половиной года. Что очень важно отметить, PCT заявка не приводит к получению международного патента. Это некая форма заявки, как декларации вашего намерения получить патенты на территории ряда стран, которая сама по себе к этим патентам не приводит, для их получения все равно необходимо подать национальные патентные заявки, перейти на национальную фазу рассмотрения ваших заявочек. Здесь также сразу остановлюсь на промышленных образцах. Для промышленных образцов, к сожалению, способа расширения срока подачи заявки нет, все равно всего 6 месяцев, но подавать ее можно по удобной и весьма эффективной в использовании ГАГской системе регистрации промышленных образцов, потому что вместо направления индивидуальных заявок в разные страны мира вы получаете возможность подать одну консолидированную ГАГскую заявку с указанием интересующих стран. Почему это удобно? Сейчас по обоим заявочкам пройдусь в части механики подачи. Удобно это в первую очередь потому что при использовании ГАГской заявки вам нет необходимости сразу нести издержки на услуги зарубежных патентных поверенных. То есть любая заявка поданная напрямую в зарубежную страну это всегда платеж за услуги национального патентного поверенного потому что например в Российской Федерации иностранные компании не могут напрямую вести переписку с Роспатентом они обязаны вести ее через аккредитованного представителя российского патентного поверенного и точно так же и во многих в большинстве других стран мира нельзя просто так прийти и подать заявку в национальное патентное ведомство как правило нужно вести переписку через аккредитованного представителя да конечно Ксения пишет параллельно являемся ли мы патентными поверенными да естественно онлайн патент это собственно компания которая оказывает услуги патентных поверенных в нашем штате свыше 20 аккредитованных специалистов это невозможно без этого никак нельзя вот еще в конце вебинара сейчас будет небольшой приятный подарочек как раз к этому же вопросу потому что да во многих вопросах работы с патентованием тяжело разобраться без профессиональной консультации вот мы ближе к концу как раз и проговорим собственно уже почти так вот возвращаясь к слайду гагская заявка подается без участия иностранных поверенных это просто и дешевле и проще и со всех сторон удобнее вот затем если экспертиза пройдет без проблем то есть если например на территории США USPTO не усмотрит американский патентный офис каких-то оснований для отказа то вы вообще не столкнетесь с национальными американскими патентными поверенными например если да возникнут какие-то запросы экспертизы то опять же поскольку переписку надо вести через национальных поверенных вот то необходимо будет опять-таки обращаться к их услугам но базово при беспроблемной регистрации все очень просто и легко и аналогичная ситуация с заявками по договору о патентной кооперации это тоже один из видов такого рода международных заявок которые позволяют напомню расширить срок подачи зарубежных национальных патентных заявок на изобретение полезной модели аналогично подаются силами российских подрядчиков со средней стоимостью порядка 70 тысяч рублей за подачу такого рода заявок и определенным набором пошлин которые также подлежат уплате и соответственно какую бы процедуру вы не выбрали будет ли подаваться заявка напрямую в национальное патентное ведомство зарубежное будем ли мы растягивать срок благодаря договору о патентной кооперации или у нас с вами вообще промообразцы и мы будем соответственно подавать заявочку по ГАГской системе в любом случае важно соблюдать сроки и помнить что во всех вопросах мы полагаемся на текст базовой российской национальной заявки его нельзя будет изменить его нельзя будет расширить его можно будет лишь скорректировать сообразно национальному законодательству страны на нацфазу в который мы переходим но это скорее формальные корректировки то есть добавить признаки например уже не представляется возможным и закончить соответственно хотелось бы еще одним небольшим кейсом как раз таки подчеркнуть специфику выдачи патентов в разных странах мира уже на момент когда очень сильно были распространены сервисы онлайн бронирования тем не менее одной IT-компании занимающейся разработкой сервисов для онлайн покупки билетов удалось получить патент практически полностью описывающий онлайн сервис бронирования в Южной Африке просто потому что в силу региональной новизны на территории этого региона еще была возможность защиты такого рода технологий широко известных на территории других стран аналогичный кейс имел место не так давно пару лет назад на территории республики Казахстан где была выдана полезная модель на сервис работы онлайн такси и Яндекс такси даже запретили осуществлять деятельность на территории республики Казахстан оспорили конечно это решение но тем не менее такой запрет имел место поэтому вот не с точки зрения отдаленных юрисдикций типа США и Китая а даже с точки зрения рынка Казахстана который часто является одним из первых целевых для наших российских производителей за пределами Российской Федерации следует очень-очень внимательно к патентованию относиться потому что вот региональная новизна то есть возможность получения патентов на решения которые характеризуются не мировой новизной а вот региональной ограниченной Казахстаном это очень опасный нюанс желательно его предупреждать просто получением своих собственных патентов и соответственно завершить наше сегодняшнее обсуждение хотелось бы приятным новогодним подарком понятно что нет возможности у нас в рамках часового тайминга обсудить все эти вопросы касательно патентования ваших решений продуктов изделий которые возникают непременно есть узкие частные вопросы относящиеся к конкретным областям техники к конкретным ситуациям вашим как производителей поэтому пожалуйста записывайтесь по QR-коду на встрече консультации с нашими патентными поверенными в штате компании состоят специалисты по всем распространенным областям техники включая IT-технологии включая фармацевтическую промышленность естественно машиностроение легкую промышленность все что связано с медицинской техникой медизделиями и биотехнологиями по QR-коду ссылочка на наш чат поддержки по кодовому слову патенты в декабре пожалуйста можно записаться на встречу консультацию на этом коллеги сегодня все рада буду ответить на дополнительные вопросы по-моему в чате я почти ничего не пропустила единственное вот небольшой вопросик Катерины по промо-образцу важно совпадение всех признаков или части кратко прокомментирую что основной критерий у нас на текущий момент это сходство общего зрительного впечатления производимого на информированного потребителя существенные признаки по-прежнему используются при проведении экспертизы специалистами и соответственно важно естественно совпадение всех признаков но напомню основной критерий все-таки общее зрительное впечатление на этом точно-точно все по всем остальным вопросам пожалуйста коллеги пишите к нам в чат записывайтесь на встречи консультации будем рады оказаться вам полезны спасибо и прекрасного вечера с наступающим новым годом спасибо спасибо Продолжение следует...